Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгия Федоров. Коротко о главных темах. Еще две недели на дистанционке. Средние и старшие школьники продолжат учиться в онлайн-режиме до 6 декабря. Какие еще решения принял оперативный штаб Саварской области, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции? Дыхательная гимнастика, физиопроцедуры и занятия с психологом. Еще один санаторий региона начал принимать первых пациентов на реабилитацию после выздоровления от пневмонии и коронавируса. Педагоги, переехавшие в глубинку, могут стать миллионерами. В Саварской области набирает обороты программа «Земский учитель». Условия участия в выпуске. Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов в школах Саварской области продляется до 6 декабря. При этом сохраняются очные консультации для выпускников 9-11 классов, чтобы лучше подготовиться к итоговым экзаменам. Ученики с 1 по 5 класс продолжат получать образование очно. Такое решение принято на заседание оперативного штаба, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Эта мера необходима, чтобы снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, этот показатель в регионе растет, хотя он и ниже в два с лишним раза, чем в среднем по стране. Открывая заседание, глава региона отметил, что необходимо предпринять все меры и быть готовыми к самым трудным сценариям, в том числе и в сфере образования. Ситуация в Самарской области остается достаточно сложной с распространением коронавирусной инфекции, как и в других регионах страны. И от нас с вами зависит, насколько мы создадим условия, препятствующие распространению инфекции. Все действия местных штабов, органов власти должны быть нацелены на решение этой, самой главной на сегодняшний день задачи. Для жителей Самарской области 65 лет и старше, а сохраняется режим самоизоляции. В преддверии предновогодней суеты особый контроль за торговыми центрами. Роспотребнадзор предложил ввести ограничение числа одновременно находящихся внутри людей. Эта мера будет дополнительно проработана. Муниципалитеты должны на местах внимательно мониторить ситуацию. Ковидный коечный фонд Самарской области превышает 6600 единиц. 19% из них свободные. При этом в резерве еще больше 300. А при необходимости число коек для лечения COVID-19 могут увеличить еще на 1230. Между тем, в Самарской области сейчас лечится амбулаторно от коронавируса ОРВИ в небольничной пневмонии свыше 15 тысяч человек. Удаленка не для всех. Ректоры самарских вузов уверены. Полностью переходить на онлайн обучение нежелательно. Медики, химики и ряд других специальностей в этом случае просто не смогут получить качественное образование. Что предпринимают руководители, чтобы у студентов была возможность практиковаться? И как сейчас оценивают эпид-обстановку в высшей школе. Подробности у Анны Ивахиной. Самарская высшая школа уже второй семестр работает в режиме ковид-обороны. Первый и один из самых важных заслонов вирусу выставлен на проходных университетов. Если раньше маски и термометрия на входе казались экзотикой из медицинского сериала, сегодня это неотъемлемая часть повседневности студентов и сотрудников. У кого температура повышена, мы их не пускаем и рекомендуем обращать в медицинские учреждения. Потому что безопасность сотрудников и студентов – это наша главная задача. Валерий Филатов – студент выпускного курса, специальность филология и журналистика. Говорит, жизнь в вузе сильно изменилась со вводом ограничений. И дело не только в масках, антисептиках и изомерах температуры. Учебный процесс теперь выстроен иначе. Меньше контактов – меньше рисков заразиться. Это лекция в онлайн-режиме. Это семинарские занятия, лабораторные различные, с дистанцией полтора метра между самими студентами и преподавателем, безусловно. А в принципе, процесс обучения такое осталось, как и есть. Качество, безусловно, не изменилось. Преподаватели остались те же, студенты остались те же, работники остались те же. Мои материалы стали те же. Единственное, изменилась форма подачи материалов. Но, мне кажется, этим будущее, поэтому постепенно к этому придется привыкать. На заседании Совета ректоров обсуждают эпид-обстановку в региональных вузах. Беспокойство она не вызывает. И во многом это результат ограничений, с которыми сейчас организован образовательный процесс. Лекции по удаленке, семинары для некоторых специальностей, например, социальных и IT тоже. Но стараются сохранять и практические занятия. Я вам как химик хочу сказать, что по телевизору не научишься. Химии никак. Ты должен колбу держать в руках. Это точно так же, как, Игорь Петрович, хирург смотреть, посмотрел 10 и уже пошел оперировать. Невозможно. Именно поэтому университеты и институты принимают все меры, чтобы полный переход на удаленку не состоялся. Вузы вкладываются в дезинфекцию, проводят тестирование, а на практических занятиях дробят группы. Абсолютно уверенно могу сказать всем студентам и нашим, и других вузов, всем студентам Самарской области, а у нас их 98 тысяч, 56 тысяч учатся очно. Дорогие друзья, спокойно учитесь, спокойно. Мы делаем все. Уровень заболеваемости в том числе среди студенческо-преподавательского состава на контроле оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Его возглавляет губернатор Дмитрий Азаров. Именно штаб принимает решение о вводе новых ограничений или отмене действующих. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Самарский санаторий «Волга» развернул 120 коек для реабилитации пациентов, которые переболели пневмонией и коронавирусной инфекцией. Первые 23 человека уже приступили к комплексному восстановлению физического и психического здоровья. Напомню, что по поручению губернатора Дмитрия Азарова в санаториях региона подготовлено почти 500 коек для долечивания. Так пациентов уже принимают Можайский и Сергиевский минеральные воды. О ежедневных процедурах расскажет Наталья Матвеева. Физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура и занятия с психологом каждый день. Срок реабилитации в санатории варьируется от 10 до 14 дней. «Мы были рады откликнуться на помощь, на просьбу губернатора о помощи об организации очень важного этапа для пациентов, для жителей города Самары, переболевших в небольничной пневмонии, и развернуть на территории клинический санаторий Волга 120 коек именно для реабилитации пациентов». Весь санаторий оснащен современным оборудованием. С пациентами работают пульмонологи, физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры, психологи, терапевты, кардиологи и неврологи. «Наша задача здесь, чтобы качество жизни пациентов намного улучшилось после пребывания их в стационарах, после тяжелых болезней, после реанимаций. Все специалисты, которые здесь находятся, работают именно в этом ключе». Алексей Репин приехал на долечивание в санаторий два дня назад. До этого медики помогли ему побороть пневмонию и снова встать на ноги. Самарец признается, что курс реабилитации ему сейчас как никогда кстати. «Я поступил из шестой поликлиники. Прекрасное прошло лечение. Там все медикаменты есть. Девочки там вообще героически себя ведут. Они там в космических костюмах. Им тяжело работать, но мы им помогали. Они спасали как могли. И вот я поступил сюда. Тут замечательные отношения. Встретили по-семейному. Все проверили, все записали, все выслушали. Какие пожелания были. Замечательные учреждения». По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в санаториях региона уже подготовлено почти 500 коек для долечивания и реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию в средней и тяжелой степени. Наталья Матвеева, Сергей Павлов. Новости губернии. Что делать и куда обращаться, если вы почувствовали недомогание? Специалисты напоминают жителям области. При первых признаках простуды необходимо оставаться дома и позвонить в поликлинику по месту жительства, чтобы вызвать участкового врача. В случае, если у вас не получилось дозвониться, обратитесь на горячую линию. Работает центр для координации помощи пациентам с ОРВИ, пневмонией и COVID-19. Обратиться туда можно с 8 утра до 20.00 по телефону на ваших экранах. После осмотра врача соблюдайте все рекомендации, принимайте назначенные препараты, больше отдыхайте. Стало лучше, продолжайте лечение. Если состояние не изменилось, сохраняются температуры до 38, общая слабость, кашель, насморк, следует сообщить об этом в поликлинику. Терапевт скорректирует лечение или может назначить дополнительные исследования. Рентген, КТ или мазок методом ПЦР. Стало хуже, температура выше 38,5, затрудненное дыхание, звоните в службу скорой помощи. Берегите себя и будьте внимательны к своему здоровью. Необходим как воздух. Одна из крупнейших компаний химической промышленности России, которая находится в Тольятти, продолжает обеспечивать медицинские учреждения Самарской области кислородом. Его везут в спецтранспорте в больнице, где через аппараты ИВЛ он поступает пациентам. Предприятие планирует повышать объемы поставок и готовит для этого дополнительное оборудование. Подробнее расскажет Владимир Маркин. Здесь, на одном из крупнейших предприятий химической промышленности России, кислород разливают по баллонам и отправляют в пункты назначения. Их по Самарской области десятки. Это медицинские учреждения региона. Бесцветный газ в нынешней эпидобстановке необходим, ведь он предназначен для аппаратов искусственной вентиляции легких. ИВЛ принимают на себя функции дыхательной системы, удаляя углекислый газ, благодаря чему выздоравливают тяжелые пациенты. Только в сутки кислород расходует порядка 60 тонн в больницах губернии. Тольяттинская компания планирует увеличивать объем поставок. Мы сейчас вместе с руководством области работаем над этой задачей, для того, чтобы проработать, скажем так, сценарий увеличения возможного производства продукции. На сегодняшний день в регионе работает 5 автотранспортных цистерн, которые обеспечивают доставку жидкого кислорода в лечебные учреждения. Потенциал Тольяттинской компании оценил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он отметил, что взаимодействие предприятия с медучреждениями региона – большой вклад в борьбу с инфекцией и необходимая помощь пациентам. Качество продукции контролируется на всех этапах производства. Потребление кислорода за этот год возросло более чем в 5 раз. И компания смогла произвести месячный запас востребованного газа для больниц региона. Сейчас кислород нам нужен как воздух. Я могу сказать только вот такими вот словами, подчеркнуть значимость кислородоснабжения для медицинских учреждений города и области. Мы провели 22 тысячи метров магистралей, которые доводят кислород до пациентов. Около 100 кубометров газификаторов поставлено новых во всех больницах. Главное – не допустить срывов в обеспечении больниц кислородом. И, конечно, нарастить мощности по производству этого жизненно важного продукта. Сейчас впереди у нас зимний период. Это вопрос, связанный с доставкой. Конечно, там особо не будет. Сейчас мы уделяем внимание. Я знаю, что там сейчас дополнительный транспорт запланировали. И, конечно, для нас расширение объемов кислорода, конечно, для нас это страховая подушка. Кроме того, в планах закупка порядка 500 специальных концентраторов, которые вырабатывают химический элемент из окружающей среды. Они помогут больным средней тяжести. Владимир Маркин, Роман Апарин. Новости губернии. Врачи смогут выявлять заболевание на ранней стадии. Причем пациентам не надо будет для этого ехать за сотни километров от дома. В регионе до конца года в рамках нацпроекта здравоохранения увеличится количество ФАПов. Сегодня в рамках выездного мероприятия комитет Самарской губернской думы отправился в поселок Шмидта, чтобы узнать, как изменилась там жизнь с появлением пункта медицинской помощи. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Татьяна Михайловна живет в поселке Шмидта с детства. Вспоминает, поликлиника здесь когда-то была, но ее закрыли, и жителям для получения врачебной помощи приходилось ездить в центр. Добираться многим тяжело. Просьбу жителей услышали, здесь открыли врачебную амбулаторию. Это очень удобно. И мамам, и пожилым людям, все рядышком. Мы здесь на прививки ходим. Вот, кстати, сейчас это очень актуально. У нас был буквально аншлаг. То есть мы мало того, что в этом медофисе, так еще и делали мобильные пункты. Люди просили. У нас создана группа в Вайбере, где медсестра буквально там пишет, кто приходит на прививку, как и что. Сюда приходят только местные жители. К поликлинике прикреплено более двух тысяч человек. В этом году здесь было привито от гриппа 76% населения. В 2016 году, когда была открыта амбулатория врача общей практики, здесь принимали терапевт и медсестра. Сейчас штат специалистов расширен. И, к примеру, для удобства пациентов и для экономии их времени проводят Дни матери и ребенка. В один день принимают акушер-гинеколог и педиатр. Еще прием ведет хирург. При необходимости приглашают и других узких специалистов. Работу врачебной амбулатории на месте оценили представители профильного комитета губернской думы. Мы вступаем как раз в реализацию комплексной программы модернизации первичного звена. И мы еще раз убедились, как важно первичное звено для населения. И еще ни в один факт и ни в одну амбулаторию мы выйдем, посмотрим на территорию региона. На встрече отметили, что с появлением врачебной амбулатории многие показатели улучшились. И мы видим результаты. Результаты – это снижение смертности, это снижение заболеваемости. Сейчас идут проектные работы по комплексу зданий Красного Креста, в котором в дальнейшем собираемся разместить 8 структурных подразделений, которые у нас сейчас разбросаны по разным точкам, и тем самым приблизить оказание медицинской помощи к населению. Ситуация меняется к лучшему и в других районах Самарской области. 16 ФАПов и одна амбулатория врача общей практики уже открыты в губернии. Всего до конца года по поручению главы региона в рамках нацпроекта здравоохранения будет создано 32 ФАПа и 3 врачебных амбулатории. Татьяна Пудова, Константин Макаревич, Новости губернии. Чистота и безопасность. В парке Гагарина ежедневно проводят дезинфекцию кабинок колеса обозрения. Это должно минимизировать распространение коронавирусной инфекции. Насколько безопасным является посещение аттракциона, расскажем. Столики, дверные ручки, турникеты. Все поверхности, которым прикасаются посетители, обрабатываются после каждого посещения. В будни полная санитарная обработка кабинок проходит три раза в день. Утром в обеденный перерыв и вечером. А выходные четыре раза. Что касается безопасности, то мы соблюдаем социальную дистанцию между посетителями аттракциона. То есть в кабину сейчас допускаются не более двух человек. Расстояние между посетителями соответствует всем нормативам. Посещение аттракциона является полностью безопасным. Обработка хлорсодержащими препаратами таких открытых поверхностей, как, например, пешеходные дорожки парка, завершилась две недели назад в связи с установлением постоянной среднесуточной отрицательной температуры воздуха. Сергей Юртаев постоянно приходит в парк Гагарина. Считает это безопасным для себя и своей семьи. Да, я думаю, здесь в этом плане все безопасно. То есть и люди не собираются, вот все-таки прислушиваются к тому, что нельзя, вот надо соблюдать дистанцию. Все очень серьезно. Постоянно вот из новостей видно, что очень много людей заболевает и с этой инфекцией, конечно, надо заканчивать. Также в парках, на набережной и в других общественных пространствах продолжается дезинфекция. Используются препараты, одобренные к применению Роспотребнадзором. Елизавета Должикова, Новости губернии. В Самарской области продолжается месячник по газовой безопасности. Горожанам рассказывают, как обезопасить себя и своих родных. Специалисты проверяют газовое оборудование в квартирах и раздают информационные памятки. Подробнее в нашем сюжете. Перекрыть весь газ в квартире, перестать пользоваться электронными приборами и открыть все окна нараспашку. Такие элементарные правила стоит соблюдать, если вдруг почувствуется запах газа в квартире. В рамках месячника по газовой безопасности всех горожан уведомляют о необходимых правилах. И, конечно, регулярно проверяют исправность оборудования в квартирах. Проверяется внутри дымовое газовое оборудование не менее трех раз в год. Проверяются вентоканалы. Само оборудование проверяется один раз в год. Кроме того, на обратной стороне квитанции жильцам доводятся инструкции, что делать при появлении в помещении квартиры запаха газа, что при этом необходимо сделать. А также при обнаружении запаха газа в подъезде, во дворе, на улице. Управляющие компании развешивают информационные памятки на специальных стендах в подъездах жилых домов и печатают их на обороте платежных квитанций. На них не только написаны, но и проиллюстрированы меры безопасности. Специалисты жилищной инспекции рассказали, что каждый может проверить, у себя дома исправно ли работает вентиляция. Вентиляционные каналы можно проверить непосредственно самим, но также лучше обратиться в организацию. То есть мы можем подложить даже элементарный листок бумаги к вентиляционному каналу. И если, соответственно, идет тяга, то они сами это могут обнаружить. Однако специалисты настаивают, что при любой неисправности оборудования необходимо вызывать аварийную службу. Это можно сделать по телефонам 04, 104 и 112. А после оповестить окружающих о мерах предосторожности и покинуть небезопасное помещение. Наталья Матвеева, Владимир Терентьев, Новости губернии. К другим темам. Дмитрий Шляхтин в эту пятницу завершил свою работу в должности министра спорта Самарской области. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель министра Андрей Харин. Новый руководитель министерства будет назначен позднее. Напомню, Дмитрий Шляхтин был одним из главных долгожителей в правительстве 63 региона. На пост министра спорта он был назначен еще осенью 2012 года, перейдя с должности начальника ЦСКА. Долгое время совмещал должность главы Минспорта губернии с постом руководителя Всероссийской Федерации легкой атлетики и председателя совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Акробат» в Тольятти завершено. Его возводят в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В спорткомплексе будут заниматься воспитанники спортивной школы «Акробат» одной из лучших в стране по подготовке батутистов и акробатов. Общая площадь помещения порядка полутора тысяч квадратных метров. В зале нового комплекса одновременно смогут заниматься до 40 человек. Уже сейчас есть весь необходимый инвентарь, батуты и дорожки, обустроены раздевалки, душевые кабины. Открыть дверь для спортсменов планируется в декабре этого года. Осталось произвести пусконаладочные работы и уборку. Проект реализуется, появляются новые современные возможности для занятия спортом. Самое главное, что вот эти условия появляются для наших самых юных спортсменов, для того, чтобы они занимались, оздоровались, и, конечно, достигали в том числе и спортивных результатов. Тренировки с комфортом. Стадион «Салют» после капитального ремонта открыт для юных спортсменов. Полностью обновлены покрытия, трибуны, а также появилось несколько дополнений. Как оценили результат молодые футболисты в репортаже Андрея Фадеева. Обыкновенный газон, не приспособленный для профессиональных занятий футболом, теперь в прошлом. После капитального ремонта стадион «Салют» готов принимать юных спортсменов круглый год, а высокое качество нового покрытия обеспечит им комфортные и эффективные тренировки. Поле было все обкусанное, бегать невозможно, когда подкаты делаешь царапины, земля, не трава. Сейчас поле хорошее, наконец-то все рады, наконец-то профессиональный уровень поле сделали. Не только покрытием может похвастаться обновленный стадион. Здесь появились 500 посадочных мест с навесом вместо старых деревянных трибун, а также профессиональные беговые дорожки. Сам газон теперь искусственный и оборудован дренажной системой, благодаря которой футбольному полю теперь не страшны никакие осадки. Первые осадки, большие осенние, уже как бы показало, что наша дренажная система работает и на все 100% справляется с принятием осадков. Произвели первую расчистку от снега, механизированную, где показало, что трава в хорошем, в ближайшем качестве и может эксплуатироваться круглый год. Реконструкция стадиона прошла в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Реализация проекта находится на личном контроле у губернатора Дмитрия Азарова, поскольку развитие детского и юношеского спорта и развитие инфраструктуры – это часть стратегии лидерства региона. На этом стадионе уже могут заниматься около 120 воспитанников школы Олимпийского резерва под руководством трех тренеров, а в будущем он будет открыт и для местных жителей. Красноглинцы и ребята, любители спорта города Самары уже активно интересуются, планируют тренировочный процесс, поэтому, я думаю, он будет достаточно активно востребован в дальнейшем. И в ближайшее время мы начнем полноценную эксплуатацию с проведением мероприятий, соревнований. Для населения я уверен, что этот объект будет работать и строился для занятий спортом населения, поэтому это в первую очередь для этого. Ну и у нас есть школа, которая, существует отделение по футболу. Я думаю, что имея такой хороший спортивный объект, будет показывать очень хороший результат. В рамках нацпроекта «Демография» в Самарской области уже построили 24 спортивные площадки, а также 5 площадок ГТО, ледовый каток в Похвестнево и другие объекты. На будущий год планируется капитальный ремонт стадиона «Орбита» в Самаре. Андрей Фазеев, Новости губернии. Самарские пара сноубордисты готовы стать лучшими в стране. Один из них, Сергей Новиков, сегодня получил звание кандидат в мастера спорта. В январе 2020 года он взял серебро на Кубки России. Теперь у области есть все шансы сформировать сборную по этой дисциплине и отправлять ее штурмовать в высокие сноубордические вершины. Возможно ли за месяц встать на доску и войти в число лучших, расскажет Светлана Стрибкова. Сергей Новиков никогда и не думал, что освоит сноуборд. На протезе с 15 лет после онкологии. Только оставалось, что фотографировать близких, когда они на горных лыжах спускались со снежных гор. В начале января этого года Дмитрий Волобуев из Самарского отделения ОНФ предложил Сергею попытаться встать на доску. Было непросто, но все получилось. Всего после месяца тренировок с помощью регионального Минспорта спортсмен оказался на первом этапе Кубка России в Москве, где на обычном, совершенно не приспособленном к сноуборду протезе, завоевал серебро. То зимой снега было в Москве очень мало, его вот намело буквально прямо вот перед нашим выступлением немного. И получилось так, что трасса внизу была вся обледеневшая, полностью был голый лед, а перед этим немножечко выпало сверху снега. И после первой прокатки по трассе весь этот снег счистили. И, соответственно, всем нам пришлось ехать чисто вот прямо по льду. Уступал на обычном протезе, он не позволяет вставать на передний кант никак. То есть я шел трассу только на заднем канте. Это просто мотивация. У людей обалденная мотивация. За весь опыт работы я не встречала людей более замотивированных, которые хотят научиться кататься, кайфовать от сноуборда и делать такие успехи. Просто мы с Димой, когда начали занятие, мы сами своим глазам не поверили, насколько быстрый прогресс и насколько, вот знаете, вот этот огонек в глазах. Возможности для тренировок, экипировку, средства на поездки Сергею прежде приходилось изыскивать самому. Поддержку раньше оказывал ОНФ, а теперь будет и регион. Блестящий результат на Кубке России обеспечил Сергею звание кандидат в мастера спорта. Теперь спортсмен будет получать ежемесячную стипендию губернатора Самарской области, оплату аренды трасс и финансирование на официальные соревнования. При наличии спортивного разряда у нас наконец-то условия допуска до официальных спортивных мероприятий высокого уровня все выполнены. И мы за счет средств субъекта сможем командировать сборную команды региона на крупные официальные российские соревнования. И надеюсь, что наши спортсмены будут там достойны наш регион представлять. Сейчас Сергей входит в резервный состав сборной страны. Очередные крупные соревнования не за горами. 22 декабря на Урале начнется чемпионат России. Главная цель спортсмена – попасть на ближайшую Паралимпиаду. Она должна была состояться зимой 2020 в Токио, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Светлана Стрябкова, Александр Каракулько, Новости губернии. В Самарской области набирает обороты программа «Земский учитель». По ней педагогам, отдавшим предпочтение сельской местности, положена единовременная выплата в размере миллиона рублей. В этом учебном году участниками стали пять человек, в их числе и героиня нашего следующего материала. Общий стаж работы Алины Валеевой – 13 лет. Английский преподавала и в родной Оренбургской области, и в Москве. Недавно переехала в село Дубовый умет. По программе «Земский учитель». Самарская область для меня оказалась в приоритете, потому что я считаю, что здесь есть все для роста учителя. Здесь применяются цифровые технологии, и здесь придается большое значение научно-исследовательской деятельности. Программа «Земский учитель» стартовала в январе. В этом учебном году в Самарской области участниками стали пять педагогов. Им положена единовременная выплата в размере миллиона рублей. Обязательные условия – школа должна быть расположена в сельской местности или небольшом городе с населением до 50 тысяч человек. Объем учебной нагрузки – не менее 18 часов. Трудовой договор заключается на пять лет. Счастливы, рады, что наше сельское поселение вошло в число участников данной программы, федеральной программы «Земский учитель», которая нам предоставила такую замечательную возможность не только утолить наш кадровый голод, но и мы еще получили массу других преимуществ. Мы сейчас получили такого замечательного, молодого, перспективного учителя английского языка. Вся информация о вакансиях и условиях участия в программе «Земский учитель» размещена на официальном портале проекта. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте. А у меня пока на этом все. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok